Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Давайте продолжим наш разговор о том, как правильно выстраивать организацию. Если вы нацелились на успешное построение организации, если вы решили освоить эту профессию сетевик, если вы хотите стать действительно свободным предпринимателем, сетевиком, то тогда вам надо обязательно читать специальную литературу. Такой литературы очень много. В основном пустая брехня. Но это вы поймете, если будете долго работать. Вам не нужно делать таких ошибок. Вам нужно читать основополагающие учебники этого бизнеса. И главным принципом отбора такой литературы является только одно. Достиг человек реального успеха или он теоретик? Достиг реального успеха в этом бизнесе? Добился высоких результатов и рассказывает практический материал книги? Или он брешет? В основном грудь, конечно. Я вот знаю три фамилии, которые я всегда называю. Это Рэнди Гейдж, Марк Ярнелл и Том Шрайдер. Большой Л. Вот эти три человека заслуживают того, чтобы их книги изучать. Просто изучать. Сегодня я хотел бы поговорить о книге, которую... Или о принципах, о сути, о самой главной начинке книги Рэнди Гейджа. Как построить многоуровневый денежный механизм. Он там рассуждает и очень грамотно, чисто практически рассуждает и показывает, обучает, дает правильное понимание, что такое система в бизнесе. Крайне важный вопрос. Наличие системы в вашем бизнесе. Если вы попали в организацию, где есть система, это счастье. Если вы будете воспроизводить то, что воспроизводит ваш спонсор в системе, это счастье. Если вы будете дублицировать системный подход, это счастье. Это значит, что вы можете построить бизнес, который будет радовать вас, приносить много дохода и морального удовлетворения. потому что много ваших людей добьется успеха тоже. В чем суть? Самое главное, это давать людям нужную информацию. Делать презентацию, другими словами. Рассказывать им о бизнесе, о продукте, о возможностях. Вот если вы научитесь это делать, то это залог вашего успеха. Но не все. Не все. Дело не в том, что вы лично что-то научились и что-то лично можете. Есть супермены, которые много чего могут. Вот есть такой автор, известный в сетевом мире человек, его зовут Джон Милтон Фокк. Он автор нашумевшей книги «Величайший сетевик в мире». Довольно такая теоретическая книжка, в художественной форме выполненная. И он сам о себе говорит, что он начал как дистрибьютор и подписывал людей очень успешно, используя такой метод. Он писал письма и письма, и рассылал эти письма. И письма были настолько убедительны, настолько мощные, так действовали на сознание людей, что... Комары летают. Что люди подписывались. Десятками, сотнями. Но дальше процесс не развивался. Люди не могли так писать. Люди не могли использовать его метод. И у него все затухло. И он понял, что он не сетевик, а он писатель. И он стал писать книжки про сетевой маркетинг. Но это лишь теория. Я слушал его тренинги. И хочу сказать, что это лишь теория. А вот Рэнди Гейдж говорит чистую правду. И я на свой бизнес всегда строил, опираясь на его принципы построения системы. Итак. Надо научиться рассказывать людям о бизнесе. Раз. Надо научить людей делать это точно так же. Два. Надо использовать инструменты для того, чтобы облегчить свой труд и повысить эффективность бизнеса. Три. Надо сделать так, чтобы ваши действия воспроизводились, дублицировались. И тогда ваша система будет работать. Самый главный механизм состоит в следующем. Понять. Вот надо важные вещи понять. Что человек это такое существо, которое даже при желании, если ему рассказывать, большой объем информации давать, он не способен его воспринять. Мозги так устроены, что они отключаются. И человек не слышит того, что вы говорите. Главная ошибка дистрибьюторов, партнеров, начинающих состоит в том, что они так горят, так воодушевлены, вдохновлены, что они вываливают все, что знают. И плохо подают материал, так еще и долго, много, в подробностях, в ненужных деталях, совершенно не имеющих никакого значения, они обрушивают на своего кандидата эту информацию. И он просто никуда не идет за ней. Он думает, что ему все это надо выучить, все это узнать, это его пугает, он ничего не понимает, мысль у него отключается, он устает и думает, когда же ты, скотина, у меня уйдешь. Некоторые даже готовы заплатить только, чтобы он свалил. Только, чтобы он от вас отстал. Только на, вот, и иди со своими рассказами. Понимаете, какой ужас. А принцип простой. Как в школе. От простого, повторяюсь, к сложному. Последовательно. Постепенно. Шаг за шагом. Дал маленькой информации, интригующей. Привел на следующее событие, мероприятие, на следующий этап. Дал больше информации. У человека есть интерес. Он впитывает информацию, имея в виду, что он уже что-то знает. Заинтересовал человека. Продвинул. Смотивировал его попасть на следующее мероприятие. На следующий шаг. На следующий этап системы. Он продвинулся туда. Послушал больше. Ему уже нравится. Он понимает. И он тогда принимает правильное решение. Это так же, как в школе. Однажды упустил какой-то материал. По физике или по химии. И все последующие уроки ты уже не понимаешь. Ты не в контексте. Ты отстал. И тебе не интересно. И ты начинаешь отставать еще больше. Ты отключаешь мозги и не можешь следить за ходом событий. Точно так же здесь. Точно так же здесь. Точно так же здесь. Элементарнейшая вещь. Но понять это трудно. И эту систему надо организовать. Кто-то должен это сделать. А люди в основном как? Активные. Полный энтузиазма. Возбужденные. Вдохновенные. Звонят. Встречаются. Рассказывают своим людям. Потом следующему человеку. Следующему. Кто-то подписывается. Заразившись вашим энтузиазмом и энергией. И все. Вы следующего. И пока вы следующего ищете. Тот, который вчера подписался. Пытается воспроизвести ваши действия в одиночку. Но ему не хватает ни знаний. Ни подготовки. Ни поддержки. Ни уверенности в себе. И все затухает. И так люди годами ходят по кругу. Годами. Годами. Больно видеть как это происходит. Когда я зашел в энтузиазмом, я уже знал, что такое система. Я уже столько перепробовал. Столько пропахал. Столько на себе испытал. Я уже знал, как выстроить. У нас был выстроен недельный цикл. И по этому недельному циклу начали стремительно строиться организации в разных городах. И моя задача была только запустить в какой-то город систему. Достаточно было недели-двух, чтобы там организация начала расти. Моя задача состояла в том, чтобы звонками вечерними, скайпом, поездками поддерживать эти группы. И они росли, 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 росли. А я насаждал новую. И таким образом система развивала их. И когда-то я приезжал в город, там было 3-4 человека. Потом я приезжал, там уже было 20-40. Потом уже 100, потом 200, потом 1000. И так рос бизнес. Благодаря системе. А не благодаря тому, что кто-то умный, талантливый, способный, харизматичный или еще какой-то. Ерунда. Просто глубокое понимание сути бизнеса и знания технических деталей. Подчеркнуто из практики и из умных книг. Из тренингов и семинаров. Желаю вам внимательно изучить книги тех людей, которых я назвал. И строить систему, если у вас ее нет. В противном случае шансов у вас очень и очень немного. Но я думаю, вы поступите мудро и все у вас будет хорошо. Продолжение следует...